Добрый день, коллеги! Я всех приветствую! И сегодня мы поговорим на такую тему Как перестать быть Anykem? Это, наверное, один из самых популярных вопросов на YouTube-канале Один из самых популярных вопросов, которые задают по электронной почте За последний год я делал множество роликов, посвященных карьере Посвященных созданию резюме И, наверное, в какой-то мере эти ролики отвечают на данный вопрос Но в то же время я решил сделать отдельное видео Которое конкретно объясняет, как перестать быть Anykem Для начала, позвольте представиться Подозреваю, что большая часть аудитории, которая будет смотреть это видео Меня, вполне возможно, не знает Меня зовут Илья Рудь Я являюсь IT-директором компании Meaton Также я тренер по направлению Microsoft Технический тренер И занимаюсь обучением как очно, так и являюсь автором онлайн-курсов Итак, с чего мы с вами начнем? Начнем с того, что уйти из Anykem довольно легко Нужно лишь делать две вещи Во-первых, много учиться Во-вторых, много работать Но я подозреваю, что те люди, которые задают этот вопрос Они хотят получить какой-то более развернутый ответ Ну, давайте попробуем развернуть Как я уже сказал, вам нужно учиться Но для того, чтобы вам нормально учиться Вам нужен технический английский Это шаг номер ноль Его вы можете начинать в любой момент До выполнения других шагов То есть, ваша задача Научиться читать техническую литературу Научиться читать книги на английском языке Я говорю сейчас не про художественные книги Потому что их научиться читать достаточно сложно Вас задача проще Выучить 5-6 тысяч слов Естественно, знать времена английские Как они образовываются Понимать между там пастом, настоящим, будущим и так далее И знать основы грамматики Это не сложно Ну, на мой взгляд, если вы учили английский в школе И хотите поднять свой уровень до технического Ну, наверное, года будет достаточно Логика здесь простая Какая слова вы учите самостоятельно Это просто тетрадочка И труд изо дня в день зубрить, 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 зубрить Грамматику вы учите с учителем Где вы будете брать учителя? Ну, можете взять в школе хорошего учителя Можете найти по скайпу Я занимался по скайпу Абсолютно нормальная тема Ну и, естественно, постоянно читаем и переводим То есть, берем ту же техническую литературу Читаем, выписываем незнакомые слова Ну, на мой взгляд, если вы будете из технической литературы Выписывать незнакомые слова То они довольно быстро закончатся Потому что в технической литературе реально используется, наверное, слов 500-600 Так что технический английский — это ваше все Не будьте людьми, которые ставят русскую версию Windows Потому что они не знают английский Без технического английского вы далеко не уедете в принципе Поэтому must have Вы можете останавливать на улице любого профессионального IT-системного администратора, IT-про И у каждого будет технический английский как минимум Следующий шаг Вам необходимо на чем-то практиковаться То есть, по ходу изучения теория — это здорово Но пока вы не прощупаете все своими руками Дальше вы не пойдете Поэтому вам нужен гипервизор, то есть виртуализация и железо Выкиньте в помойку сразу всю виртуализацию уровня VirtualBox И прочие там VirtualServer Все гипервизоры бесплатные, не Enterprise гипервизоры Ставьте себе либо Hyper-V, либо VMware Привыкайте к тому, с чем вы будете работать в реальной жизни Ну и домашний стенд Я думаю, что на текущий момент вполне достаточно i5-го процессора Где-то 32 гигабайт оперативной памяти Ну и 512 SSD и плюс еще один SATA-шный винт под дистрибутивы, под систему и так далее Без SSD домашнюю лабораторию вы не построите Потому что ваш SATA-диск просто захлебнется на 5-6 виртуальной машине Поэтому на SSD придется разориться На мой взгляд, такой компьютер стоит где-то 1060-1070 Ну на котором можно уже вертеть Нормальные стенды поднимать Используйте Avito Опять же, на Avito есть множество железа И его можно купить чуть ли не в полцены Если вы принимаете на себя риск покупки бушного железа Ну то можете неплохо сэкономить Опять же, вы берете платформу и постепенно добиваете Если денег сходу нет на нормальное все То можно взять нормальную материнскую плату Памяти 16 гигабайт процессора Дальше уже там докупать, докупать, докупать Ну и если у вас есть возможность использовать чужие ресурсы Почему нет? Есть возможность поднимать на работе Крутите на работе, не нужен вам домашний компьютер Итак, будем считать, что у вас платформа На которой вы можете делать свои эксперименты уже есть Следующий момент Что делают, какую ошибку делают начинающие IT-специалисты Они начинают дергаться И их носит Ой, все, я буду заниматься скриптами Нет, я буду заниматься Java Все, на следующий день я цискарь Нет, циска уже не актуально Буду заниматься Huawei А вообще Linux рулит, займусь кая Linux И вот так они дергаются между 1000 и 1 технологией И в результате не познают ни одну Поэтому шаг номер 2 Не дергайтесь, учите основу Учите то, что вы можете продать завтра Причем продать легко Что я вкладываю в слова основа Основой является безусловно сеть И если мы говорим о сети То программа курсов о CND1 и CND2 от циска Она закрывает все очень неплохо в плане сетей Если вы не знаете, как работает шлюз по умолчанию Или чем порт отличается, допустим, от маршрутизатора То смысла что-то делать, куда-то лезть дальше нет Основа CND1 и CND2 Она должна быть у любого абсолютно системного администратора Дальше Есть базовые сервисы Active Directory Присутствует практически в любой компании Есть сервисы DNS DHCP Файловые сервисы Вот это все база Она будет продаваться И она будет нужна Где бы и кем бы вы не работали в IT Поэтому пока вы плаваете в основе Ни за что другое хвататься не нужно Учите основу А дальше уже используя ее как платформу Смотрите в каком направлении вам интересно двигаться Но из Anykea в IT Pro Перепрыгнуть через основу не получится Поэтому учите, учите, учите Выучили, ну и уже дальше поймете, чем вы по жизни хотите заниматься Дальше Планы и сроки Вот это, наверное, самое сложное У вас должна быть какая-то задача Ну, есть задача Хочу стать более профессиональным системным администратором Мне надоело мышки поправлять Но эта задача, она глобальная Задача должна дробиться на подзадачи И все подзадачи должны иметь сроки конкретные И самое главное У задачи должен быть измеримый результат Я вам, наверное, приведу пример свой Когда я учился и получал первый MCSA Начинал сертифицироваться То есть я хотел стать профессиональным IT-специалистом Я знал, что мне нужно выучить основу Windows Server, Active Directory и так далее Все основные службы Я знал, что это спрашивается в конкретных экзаменах Которые входят в программу MCSA Ну и потом уже дальше MCSI Я разложил, что мне нужно выучить за три месяца подготовку к конкретному экзамену Три месяца учу, сдаюсь Три месяца учу, сдаюсь У меня календарь был очень понятен и прост Если я три месяца отучился и не сдал Значит я доучиваю еще один месяц Опять сдаю, ну и дальше уже опять три месяца для подготовки к следующему экзамену В качестве исходников, источников я использовал литературу для подготовки Используйте для планирования и для отслеживания сроков дополнительное ПО Есть MindMainster неплохое Я использую, например, OneNote В OneNote и вся моя жизнь И не забывайте по ходу садиться и смотреть Актуализировать ход вашей подготовки Что сделали, что не сделали, что буксует, что наоборот быстрее идет Так вы сможете ваш план слегка модернизировать И он будет более и более актуальным Не будет четкого плана со сроками и с результатами задач Вы ни к чему не придете Ну, по крайней мере, не придете в назначенный срок Шаг номер четыре План вы нарисовали Здорово, откуда брать знания? Потому что, ну, можете себе нафантазировать Да, хочу там МССИ получить через полгода Еще через полгода там ССИО и так далее Но знания нужно откуда-то черпать Какие есть источники? Говорю абсолютно честно Самый надежный источник знания из полей Это когда вы приходите на работу И над вами есть руководитель или старший специалист Которому вы помогаете И который по ходу вам объясняет Что вы делаете так, что не так, как нужно делать То есть вы работаете и учитесь Вариант идеальный Но в реальной жизни встречаемый не часто И зачастую он идет через боль Почему не часто? Ну, потому что мало кто хочет взять специалиста Который ни в чем не понимает Учить в него, вкладывать в него силы, время И понимая, что он уйдет через там год И все эти вложения, они также уйдут Плюс, если вы низкой квалификации И начинаете познавать из полей То косяки неизбежны А косяки это и потеря данных И простой Поэтому вариант хороший Но не всегда, не всегда он применим И есть просто вещи С которыми нельзя начать работать Не имея определенного бэкграунда Если поначалу еще на базовых каких-то вещах Натаскаться можно То туда дальше уже такой вариант Работать будет все хуже и хуже Получение знания из книг На мой взгляд, это Unreal Книга хороша Когда у вас есть представление о технологии И вы хотите получить более глубокие знания По конкретной теме Открыли книгу, открыли главу Прочитали, довольны Если вы абсолютный дуб В конкретной технологии То взять просто прочитать книгу По Exchange Inside Out И выйти гуру У вас не получится Вы просто ее напросто не осилите Потому что серьезные технические книги Они не рассчитаны на людей Которые в глаза никогда технологию не видели Поэтому вариант хороший как доп Но как основной источник, к сожалению, плохой Знания из онлайн Или знания из очных курсов Онлайн курсов сейчас очень много Собственно говоря, я делаю одни из онлайн курсов По своим направлениям Можно использовать? Безусловно, можно Знания из очных курсов? То же самое Но очные курсы, конечно, стоят дороже Но по опыту скажу Очные курсы, выхлоп, конечно, дают гораздо более серьезные Нежели онлайн курсы Плюс очные курсы зачастую дают студенту или специалисту драйв Да, он общается с более умными С более удачными системными администраторами Это его, так знаете, заряжает И впоследствии позволяет ему более активно продвигаться А онлайн курсы, они хоть и дешевле значительно Но требуют от вас мотивации Потому что вы должны прийти, открыть, прослушать Сделать задания На следующий день то же самое Поэтому в каждом варианте есть свои плюсы и минусы Выбирать вам в зависимости от вашего психотипа В зависимости от того, какие у вас деньги есть Я лично всю свою жизнь комбинирую И очные курсы, и онлайн-амучения Но у меня скорее не курсы очные А посещение всевозможных мероприятий технических Где я могу по каким-то темам получить информацию Так что знания в любом случае откуда-то нужно черпать Параллельно с черпанием знаний Формируйте вокруг себя круг общения При подготовке вы будете сталкиваться с тем Что у вас будут возникать вопросы Простые, сложные Их нужно кому-то задавать Поэтому если вы пытаетесь подготовиться К какой-то сертификации Пытаетесь сформировать определенную базу Чтобы впоследствии стать более профессиональным Формируйте вокруг себя Круг общения из более профессиональных людей Жить вам будет значительно легче И мотивация у вас будет постоянно подхлёстываться Потому что рядом вы будете видеть людей Которые умнее вас И будете себя подстраивать И всегда будет возможность обратиться к кому-то И уж задать совсем простые вопросы Опять же советую Facebook На Facebook довольно много групп Не все из них живые Но некоторые есть очень и очень ничего Например группа по Exchange серверу Так что круг общения начинаете формировать сразу По поводу наработки опыта Довольно часто молодые специалисты говорят А вот как нам получить опыт Нас не берут на работу из-за того, что у нас нет опыта А опыт мы не можем получить из-за того, что нас не берут на работу Как быть с этим замкнутым кругом? Значит парни, когда вы учите какую-то технологию Посещаете живой курс Смотрите онлайн курс Читаете статьи Читаете книгу Общаетесь с друзьями Теория Это все замечательно Вы можете очень хорошо в теории представлять Как работает та или иная технология Но я не зря в самом начале говорил о том Что вам нужен стенд Почему? Потому что любую теорию Нужно откатывать на практике И пусть эта практика будет у вас В вашей виртуальной ферме Ну вы же представляете, как это должно работать в конечном счете Поднимаете почтовую систему Настройте ее полностью Настройте ее как для себя Как для своей воображаемой компании Настраиваете телефонию Делайте, чтобы все звонило Чтобы работали входящие звонки Исходящие Максимально в ваших лабораторных работах Приближайтесь к реальной жизни Это сейчас дешево и просто Нужен медиашлюз Зайдите на Авито Там их насыпью можно купить Те, которые вам подойдут Дорогое оборудование Ищите бэушное Ищите на ebay Ищите у кого взять И знакомых системных администраторов Возьмите в аренду Такое тоже бывает Когда вы придете на собеседование И вас начнут спрашивать Понять, что вы это видели В своем лабораторном стенде А не только читали Будет очень и очень сложно Когда вы это реально сделаете руками Поэтому все делаете руками И когда вы будете идти на собеседование Заранее формируете легенду для отдела кадров Поскольку вы будете искать Либо первую, либо вторую работу Естественно, тот, кто будет вас собеседовать Будет понимать, что какого-то богатого У вас опыта нет И начнут задавать вопросы Вы будете отвечать достаточно успешно Если вы готовились И скажут, а где вот вы это делали? Готовьте легенду Все вы где-то учитесь Все вы имеете друзей, знакомых Если вы еще студент Ну, значит, у вас есть институт Или университет, есть кафедра Где вы теоретически могли помогать Это разворачивать для своего института Если у вас есть знакомые IT-специалисты Которые где-то работают Значит, вы могли участвовать Как подмастерье в каком-то конкретном проекте Могли? Могли Так вот, формируйте эти легенды правдоподобные Поверьте, вас будут брать не на миллион долларов И никто досконально проверять Делали вы это руками или нет В реальной жизни не будет Вам зададут теоретические вопросы Зададут вопросы, больше направленные на практику И если человек, который собеседует, сразу поймет Что вы это делали руками У него даже мысли не возникнет о том Что вы это делали руками в своем стенде То есть, момент такой тонкий Я надеюсь, вы поняли то, что я хотел донести Шаг номер семь Работа на ваше имя Поймите, в IT хороших мест Они есть, но их не очень много И все эти места, они в известных компаниях Чтобы попасть на это место Нужно пройти определенное собеседование И когда вы наберете определенного опыта И начнете рассматриваться на интересные позиции Копать под вас будут гораздо больше Нежели в ситуации, когда вы устраивались в компанию Из 30 компьютеров Ну, мальчик приятный, приятный Взяли на работу Если будете устраиваться в Сбербанк Еще куда-нибудь Какие-то крупные компании И люди будут, которые вас нанимают Будут понимать, что у вас в руках будут серьезные ресурсы И человек должен быть в принципе адекватный Кроме технической стороны вопроса Будут копать Поэтому на самом начальном этапе Не забивайте себе гвозди в крышку гроба Мы сейчас живем в страшное время Что бы вы ни сделали Все останется в интернете И хорошо, если не на YouTube в виде видео Поэтому очень и очень аккуратно себя ведите Никак себя не компрометируйте Это вам сейчас кажется, что это ерунда А эта ерунда потом через 3-4 года Сможет поставить крест на принятие вас на работу В какое-то очень серьезное место Возьму другого человека Потому что просто не будут рисковать И никто не будет разбираться Правы вы, неправы были в той или иной ситуации Просто не захотят рисковать И возьмут другого кандидата Поэтому с именем надо быть Вот с времен AnyKey Вы будете расти, 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 расти С именем нужно быть очень аккуратно Давайте слегка подрезюмируем Что я попытался до вас донести Шаг номер ноль Добивайтесь возможности читать по-английски Потратьте год-полтора, чтобы у вас с этим не было проблем Если вы работаете или планируете работать С каким-то программным обеспечением или оборудованием Находите это оборудование и все делайте руками Все проверяете, все тестируете Дальше, четкий план под себя План набросали, сроки набросали Все задачи И начинаем ему следовать Источники знаний Чем больше источников знаний Тем лучше Используйте все, что может принести вам пользу Юзер-группы, пожалуйста Блоги, пожалуйста Форумы, книги Курсы всевозможные Очные онлайн Берите все, любые знания, которые плохо лежат И которые вам пригодятся Дальше Причесывайте резюме И подумывайте о работе Вообще, задайте себе вопрос Почему вы сейчас AnyK? Вариантов ответа не так уж много У вас может быть недостаточно знаний Или на текущей работе Вас уже все воспринимают как AnyK Хотя вы выросли Или в вашем городе Или в вашей компании Просто не нужен более квалифицированный специалист И когда вы хотите уйти от AnyK Понимайте причину Почему вы AnyK Потому что именно эти вещи нужно будет закрывать Да, учиться Учитесь Работу менять Меняйте работу Город менять Меняйте город Ну и напоследок Да, берите пример С Николая Муравлянникова Есть такой специалист Хороший Я его всегда Привожу в пример Как человека Который Умеет Уживаться Практически с кем угодно И я думаю Что ему это по жизни Очень и очень хорошо помогает И вам нужно делать Приблизительно То же самое Если перед вами стоят Довольно высокие цели Не конфликтуйте с людьми Не позволяйте себя провоцировать Не оставляйте какой-то информации Которая может негативно Вас осветить И в будущем Это не помешает вам Итак, коллеги Я надеюсь Эта информация Была полезна Если захотите Поучиться у меня Расписание на экране Вся информация На сайте Meaton.ru Пишите на ящик edusobakameaton.ru И вам помогут Удачного вам обучения Удачной прокачки мозгов Всем желаю Отличной работы